всем привет с вами очередной выпуск news блока крипто на канале крипто комманс дорогой зритель мы умышленно пожертвовали переводом кевина ради другого контента но обещаем справиться и оперативно перевести очередной его выпуск а кроме того мы услышали твою просьбу о вступлении поэтому сегодня выпуске социальная сеть x по всей видимости готовят запуск платежной системы штат вирджиния становится авангардом крипто регулирования а вот у трезера проблемы с безопасностью и завершить наш выпуск айван лилджи квест с обзором ситуации на крипто рынке оставайтесь с нами и так крипто сообщество считает что x создал выделенный платежный аккаунт универсальное приложение x ранее twitter илона маска создала выделенную учетную запись для своей будущей функции платежей что подогревает спекуляции крипто сообщества о том будет ли внедрена в платежи криптовалюта хотя в этой учетной записи еще не было сделано ни одной публикации она имеет золотой значок указывающий на то что это проверенная организация кроме того на ней имеется значок x означающий связь с x стоит отметить что илон маск включил доги коин для платежей в магазине товаров тесла а также время от времени упоминал об этом в социальных сетях многие предполагают что это скорее всего криптовалюта которая будет включена в x если таковая вообще будет представлена знаешь что здесь самое важное дорогой зритель то что во первых платежной системы в x будет это лишь вопрос времени а во вторых в ней скорее всего будет крипто если тебе показалось что как же так интегрировать криптовалюту ведь нужны всякие киева си и прочее я тебе отвечу если в магазине тесла крипто уже принимается значит все данные вопросы связаны и с налогами и регулированием илон маск уже решил а теперь давай представим даже если это будет кастодиальная платежная система то есть когда пользователю нужно как и на биржу заранее перевести средства оплата крипто и станет огромным шагом на пути ее распространения а еще что-то мне подсказывает что илон маск это реально сделает будучи гениальным управленцем и авантюристом просто вспомни как изначально воспринимались его слова о возвращаемых первых ступенях ракет и вспомни как невероятно выглядели видео с первыми успешными возвращениями первых ступеней так что спекуляции спекуляциями а к запуску платежей в крипто на x нам нужно готовиться сенат штата вирджиния внес законопроект о правах на крипто сенатор штата саддам азлан салин предложил законопроект устанавливающие права для майнеров и валидаторов цифровых активов он также предоставляет налоговые льготы для покупки товаров и услуг с помощью крипто это значительно снизит входной барьер для частных лиц и предпринимателей в секторе майнинга цифровых активов также законопроект решает проблему классификации активов в соответствии с законодательством о ценных бумагах предусматривая что имитенты и продавцы цифровых активов будут освобождены от требований по регистрации ценных бумаг при определенных условиях данный законопроект стимулирует использование криптовалюты в повседневных транзакциях за счет налоговых льгот в этой новости важно следующее во первых законопроект вносит ясность того при каких обстоятельствах и что не будет являться ценной бумагой в первую очередь это снижает риски крипто компании занимающихся майнингом а также в лидации во-вторых мы видим открытое стимулирование крипто путем налоговых послаблений а в третьих это смачная пощечина гарри гэнслеру с его сек регулятору который должен делать то что за него делают другие и какой бы сильной крепкой не была его дружба с сенатором элизабет уоррен правовой беспредел и абсолютное нежелание вносить ясность в крипто регулирование рано или поздно с гарри гэнслером сыграют злую шутку продолжает наш выпуск новость о компании трезер которая предупреждает о нарушении безопасности у своего партнера трезер сообщил что несколько клиентов подверглись риску из-за несанкционированного сбоя системы однако поставщик аппаратного кошелька заверил пользователей что взлом не затронул пользовательские средства около 66 тысяч пользователей обратившихся в поддержку трезер с 2021 года потенциально могут быть скомпрометированы в своем блоге трезер опубликовал следующее сообщение мы расследуем инцидент безопасности происшедший 17 января 2024 года это нарушение произошло на уровне стороннего поставщика услуг с которым мы в настоящее время сотрудничаем мы ведем тщательное расследование масштабов этого инцидента вместе со сторонним поставщиком услуг основываясь на продолжающемся расследование инцидента и нашем общении со сторонним поставщиком услуг существует вероятность того что был получен доступ к контактам данных до 66 тысяч пользователей наших клиентов которые взаимодействовали со службы поддержки трезер с декабря 2021 года и так простым языком самим аппаратом кошельком из программы оболочкой трезер все в порядке также скорее всего все в порядке и с вашими средствами если только вы не пали жертвой фишинга ведь если вы обращались с декабря 2021 года хотя бы единожды в поддержку трезер то сторонняя компания которая и обрабатывает эти обращения не по своей воле предоставила ваши контактные данные злоумышленникам которые теперь и пытаются разыграть фишинговые атаки но если ты дорогой зритель постоянно следишь за нашими новостями а также смотришь выпуски и другого контента на канале крипто комманс где мы много и методично рассказываем о самых базовых принципах безопасности то у тебя должно быть все в порядке а чтобы это в порядке оставалось и в будущем а новый контент ты никогда не пропускал то подпишись на наш канал и поставь колокольчик а будет еще лучше если в дополнение ты поставишь под видео лайк и напишешь в комментариях что тебе зашло а что мы можем сделать лучше мы читаем все комментарии и на них реагируем но движемся дальше и переходим к анализу текущей ситуации на рынке который с нами сегодня поделится айван лилджи квест более известный как айван он так айван жги 37 38 по сути 38000 это уровень предыдущего сопротивления в части предыдущего восходящего клина теперь этот новый восходящий клин поломался и поехал вниз поэтому это будет следующим уровнем поддержки это самая важная вещь для понимания которая сейчас есть биткоин пробивается вниз из треугольника и у него есть цель как цели есть у быков так есть и медвежьи цели и прямо сейчас медвежья цель около 38000 но что для нас с вами это значит практически и так большинство сейчас верещат от ужаса думаю что мы уйдем к 15 и 20 тысячам но вы знаете это краткосрочные медвежьи цели краткосрочные означают накопление что значит это более хорошая скидка для того чтобы закупить биткоин по более низкой цене чтобы получить его ваш кошелек в это безумное предхалвинговое время очень красивым способом по цене ниже 40 к ниже 40000 это очень дешево если конечно мы продолжим дампить но конечно же вы можете взять и поспорить что сейчас мы находимся на другом уровне поддержки я бы особо не ставил на этот горизонтальный уровень так как треугольничек все-таки поломаться но кто знает может быть москва чем и от него но ментально я считаю что мы скорее всего пойдем на 38 что будет значить что накопление единственное о чем я сейчас могу думать с точки зрения биткоина это копить больше почему потому что это год халвинга а у нас сейчас время предхалвинга о котором большинство людей вообще не понимает что происходит они знают пройти f а теперь как бы находится между этими событиями на этой забрышенной пустынной территории между двумя историями мы как бы вышли из нарратива и тиф а теперь как бы заступаем на нарратив халвинга мы как бы заступаем в нарратив сокращение ставок как бы начинается выборный цикл но одновременно как бы еще и нет ни одна из этих историй пока не начала настоящего пожара что устроил нарратив и тиф и месяц назад так что мы можем готовиться загружаться по низким ценам но есть еще один огромный огромный фактор которые многие люди забыли в том что биткоин сейчас не просто игрушечная ракета да это цифровое золото у него все присущие атрибуты дефицитности но помимо этого есть огромный рост экосистемы над ним есть огромный рост например nfc или скажем дефай сейчас столько всего происходит в биткоине с ума сойти что буквально мне взрывает мозг как по сути биткоин вырос от простого инструмента сохранения и отправления и конечно холдинга что есть три основных способа применения но сейчас все в значительной степени изменилось айван спасибо за обзор это было интересно и познавательно а тебе наш дорогой зритель если данный выпуск показался интересным и познавательным то нажми на большой палец вверх под этим видео тебе не сложно а нам приятно ну а если еще и на канал подпишешься и комментарии оставишь то значит мы сегодняшний день прожили не зря на этом я с тобой прощаюсь желаю отличного трейдинга хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске